Офис телеканала ТБН посетил президент Ассоциации христианских церквей Дмитрий Поляков. Он поделился с нами тем, как весть об Иисусе Христе приходит в самые отдаленные и забытые уголки России. Подробности в сюжете. Президент Ассоциации христианских церквей «Союз христиан» Дмитрий Поляков и пастора из Хакасии совершили миссионерскую поездку в республику Тыва. Их цель – принести благую весть таджинсам, малочисленной народности, которую до сих пор не достигла Евангелия. Эти охотники и собиратели живут в труднодоступных районах. На их родной язык уже переведена Библия, но среди этих людей не принято читать книги. Все дни они заняты поиском пропитания и решают вопросы выживания в первобытных условиях. Миссия в этих нетронутых цивилизаций местах затруднена. Но группа пасторов-экстремалов не побоялась отправиться в путешествие по бурной реке. Течение перевернуло небольшое судно, и все оказались в холодной воде. «Мы собрали все, что мы могли выловить. Это был пакет мокрой муки, мокрый хлеб, приправа. И, к сожалению, все наше оборудование для разведения костров было утеряно. Но этим утром я очистил зубы, и я заметил, что у меня зажигалка есть в моем пакетике для туалетных принадлежностей. Просто отложилось у меня так. После крушения, то, что я смог выловить, это был мой рюкзак, там как раз оказалась эта зажигалка. Я удивился, я думал, что, наверное, Аня положила, моя супруга. В общем, мы благодаря этой зажигалке развели огонь, который нам очень помог, потому что ночью, когда на тебе ничего сухого нет, когда достаточно прохладно, и после купания в ледяной воде, это костер — это спасение. Но странно то, что мы потом эту зажигалку вообще не нашли. Она исчезла, как бы испарилась куда-то в воздухе. Мы искали, обыскали этот пятачок, мы ничего не нашли. Позже, когда я задал вопрос Ане, позвонить, и уже смог позвонить, и поблагодарить ее за зажигалку, она удивилась и спросила, какая зажигалка. Во время поездки пасторы жили в походных условиях под открытым небом, питались пойманной в реке рыбой и переносили все тяготы первобытной жизни. А благодарность — открытые души людей, которые искренне переживают послания, адресованные их сердцам.